Здравствуйте! В эфире программа «События». Мои коллеги и я, Мэри Илчан, расскажем о главных темах дня. Коротко о некоторых из них. 647 единиц техники и свыше трех тысяч уборщиков. За сутки с улиц города вывезли свыше шести тысяч тонн снега. Отряд космонавтов в Самаре, столицу региона, для ознакомления с ведущими направлениями исследовательской деятельности Самарского университета прибыли Максим Харламов и Олег Каноненко. 7. Вычислить преступника при помощи системы «Умный город». Сотрудники ситуационного центра полиции поделились опытом со студентами самарских вузов. 8. Динамика роста. В России продолжают повышаться цены на бензин. С чем это связано, расскажем в новостях экономики. 9. Борьба с терроризмом, защита жителей области и вклад в укрепление правопорядка. В региональном управлении Росгвардии подвели итоги работы за год. Космический десант на Самарской земле. В эти дни в областной столице работает делегация российских космонавтов. Они знакомятся с производством летательных аппаратов на предприятии «Прогресс» и подготовкой кадров в Самарском национальном университете имени Королева. Возглавляют группу начальник испытательного центра подготовки космонавтов Максим Харламов и герой России, летчик-космонавт, командир отряда Олег Каноненко. Встретились покорители космоса и с главой региона Дмитрием Азаровым. Подробности расскажет Светлана Кудрявцева. Знаковое место – здание бывшей дачи обкома КПСС в Самаре, где Юрий Гагарин отдыхал после первого полета в космос. Спустя 60 лет здесь целых 15 космонавтов. Губернатор Дмитрий Азаров встретился и обсудил перспективы сотрудничества с отрядом научно-исследовательского испытательного центра подготовки имени Гагарина. Уверен, что тысячи и тысячи мальчишек и девчонок, влюбившись в космос, придут и на наши предприятия славные, и, надеюсь, будут также пополнять и отряд космонавтов. Потому что космос, как предчувствие в известном фильме, он живет в душах самарцев. И сегодня, конечно, очень рад сообщать о том, что предприятие успешно развивается. Думаю, что ваш визит добавит, конечно, и вдохновение трудовому коллективу, и всем смежным предприятиям. Дмитрий Азаров рассказал о сотрудничестве с Роскосмосом. Оно приобрело новый статус благодаря созданию научно-образовательного центра инженерия будущего, который признан центром мирового уровня и объединяет сегодня шесть субъектов страны. Также показал покорителям космоса проект «Планетария», строительство которого стартует в Самаре в этом году. И предложил разработать в регионе сквозную программу подготовки кандидатов в отряд космонавтов, которая с этого года начинает более плотно знакомиться с научными технологиями, разработкой и созданием авиационной космической техники. Самара оказалась у нас пунктом первым в этом нашем плане реализации. Во-первых, это земля для космоса исторически своя, не чуждая, абсолютно с такими корнями мощными. Во-вторых, мы четко понимали, что РКЦ «Прогресс», предприятие, которое у вас здесь находится, это, в общем-то, флагманы производства космической техники. А уж говоря о том, что они производят ракеты, на которых космонавты стартуют, но сам Бог велел нам, конечно, начать с этого предприятия. Космонавты познакомились также с ведущими направлениями научно-исследовательской деятельности Самарского университета имени Королева, побывали на экскурсии в военном учебном центре, где готовят кадры для эксплуатации авиационной техники. И в преддверии нового набора в отряд рассказали, как готовят кадры для полета в космос. Сегодня в центре подготовки около 30 космонавтов. Должны массы факторов сложиться, но первое требование для человека, который решил стать космонавтом, конечно, его образование, причем техническое образование, его здоровье, это тоже очень важно. Это один из критериев. Если ты не здоров, то о профессии космонавта можно не думать. Это тяжело, конечно, ждать свой полет. Я, например, ждал 12 лет и 9 месяцев первый полет. Кто-то у нас 14 лет ждал, кто-то 15 лет ждет. Ну, каждую свою. Сейчас немножко быстрее процесс идет. Ну, посмотрим, что дальше будет. Но в любом случае надо пытаться. Среди тех, кому уже довелось отправиться в космос, и Сергей Куть-Сверчков. Он вернулся с МКС прошлой весной. Наш корабль союз МС-17 стартовал с Байконура 14 октября 2020 года. И приземлился в Казахстане. Уже после работы в космосе мы приземлились 17 апреля 2021. Таким образом, мы проработали на МКС 185 дней. Выполнили множество экспериментов. Сделали один выход в открытый космос. В Самаре российские космонавты встретились также со студентами. Побывали в научных лабораториях, учебных подразделениях и в музеях. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. В Самаре на ликвидацию последствий снегопада направлены все имеющиеся силы. Очищают от снега проезжую часть и тротуары. Обрабатывают их противогололедными материалами. Особое внимание уделяется очистке подходов к объектам социальной сферы. Организована круглосуточная уборка рядом с учреждениями здравоохранения, в том числе с 13-ю ковидными госпиталями. Ситуацию ежедневно контролирует глава Самары Елена Лапушкина. Тему продолжит Ольга Хомракулова. В Самаре в режиме усиления продолжают борьбу с последствиями сильного снегопада, обрушившегося на регион в последние дни. За сутки с 19 на 20 января на уборку города вышли 647 единиц техники и свыше 3000 уборщиков территории. Причем большая часть спецмашин работала на улично-дорожной сети. Только за одну ночь вывезли свыше 5,5 тысяч тонн снега. Особое внимание уделяется очистке подходов к объектам социальной сферы. Например, на улице Советской Армии, возле 6-й горбольницы, процесс организовали таким образом, что погрузка и вывоз снега осуществлялись непрерывно. Как только уезжает один КАМАЗ к погрузчику, сразу же подъезжает следующий самосвал. Городские службы следят и за надлежащим состоянием подъездных путей к медучреждению, тротуаров и въездов на внутриквартальную территорию. В дневное время основной упор делается на очистку тротуаров, работа вручную, очистка подходов к пешеходным переходам, остановочных площадок. В этот момент у нас максимальный выход именно уборщиков территорий. У всех дорожных организаций поставлена основная задача в период снегопада обеспечивать доступность медицинских учреждений. А это детское отделение 15-й поликлиники на улице Старозагора. Расчищают не только вход в здание, но и прилегающие территории с привлечением механизированной техники. Дорожной инфраструктуре вблизи образовательных учреждений внимания уделяют не меньше. Территории вблизи детских садов и школ убирают заблаговременно. У 26-й школы в Октябрьском районе, например, за дело берутся поздней ночью и завершают рано утром. Очень хорошо реагируют службы, которые своевременно убирают снег. Подходы к школе всегда почищены. Это все проводится до начала занятия, то есть еще с ночи начинает работать техника. И уже к утру, то есть к началу образовательного процесса у нас полностью подготовлены все въезды, подходные пути. Содержит в чистоте и прилегающую к школе дорогу, которую обновили летом по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Контроль за состоянием улицы ведется круглосуточно. Мониторингом занимаются и представители общественности. После интенсивных снегопадов были обращения относительно этой локации. Профильными службами они отработаны. На данный момент, конечно, очистили хорошо. Вот не скользим, хорошо, отлично. Большое значение в организации работ имеет взаимодействие с горожанами. Служба благоустройства при помощи Центра управления регионом аккумулирует поступающие от граждан обращения. С начала января ЦУР совместно с Муниципальным центром управления Самары зафиксировали в социальных сетях почти 2000 обращений на тему уборки снега. «Особое внимание ЦУР Самарской области уделяет просьбам от граждан расчистить подходы к социальным учреждениям. Такие сигналы оперативно передаются в работу муниципалитетам. В Самаре важную роль в этом вопросе играет не только мэрия и департамент городского хозяйства, но и администрация внутригородских районов, которые самостоятельно отрабатывают сообщения жителей в соцсетях, имеют свои официальные аккаунты в интернете». Пик по количеству инцидентов пришелся на период с 14 по 20 января, когда после обильных снегопадов жителям необходимо было добраться до работы, отвезти детей в сады и школы, попасть в поликлинику. Районные администрации совместно с инспекторами ГЖИ также контролируют работу управляющих компаний по уборке снега со дворов. Отмечают, что сейчас жалоб стало гораздо меньше. Если в понедельник сразу после снегопадов на территории Самары фиксировалось порядка 500 жалоб на уборку снега, то сейчас около 100. Ситуация постепенно стабилизируется. Ольга Хомракулова, Сергей Баскин, Константин Головин. События. В Самаре планируют продлить улицу Авроры. Госэкспертиза одобрила проект. Дорогу построят от Московского шоссе до Новосадовой. Сейчас улица Авроры проходит через железнодорожный, Советский и Октябрьский районы города. Начинается с Южного шоссе и заканчивается на Кольце Московского. Новая развязка должна разгрузить революционную Потапово Советской армии и тем самым сократить пробки. Дорога будет пролегать от пересечения улицы Авроры с Московским шоссе по северной границе Ботанического сада и доходить до Новосадовой в районе Постникового оврага. Работы по модернизации объекта планируют начать уже в этом году, сообщают в правительстве региона. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 527 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число зараженных в регионе достигло 205 608. Такие данные в четверг, 20 января, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 1398 пациентов. Всего с начала пандемии из больницы выписали 180 062 человека. В регионе продолжается прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. Напомним, в Самарской области уже зарегистрированы заболевшие новым штаммом омикрон. Врачи напоминают жителям о необходимости прививок, а также своевременной ревакцинации. Максим Магомедов узнал, как вакцинируют население и какие препараты доступны. Руководитель студенческих отрядов Самарской области Сергей Пушняк посетил 4-ю городскую больницу, чтобы пройти процедуру ревакцинации против коронавируса. Первую прививку сделал более полугода назад. Рассказывает, что кроме небольшого повышения температуры никаких побочных эффектов не было. Перед процедурой пациент прошел обязательное анкетирование и осмотр врача. Для выезда в запределы области в составе студенческих групп необходимо наличие сертификата о вакцинации. Ребята совершенно нормально к этому относятся и понимают, что это нужно делать. Соответственно, сейчас наступает вопрос ревакцинации. Ребята также понимают, что это нужно делать для того, чтобы организм был готов. Из моего окружения, вся моя семья вакцинировалась, друзья, знакомые окружения, поэтому большой процент охвата. Сейчас очень важно поддержать свой иммунитет путем ревакцинации. Для удобства жителей города с апреля прошлого года на базе 4-й городской больницы был открыт круглосуточный прививочный кабинет. С начала старта прививочной кампании в стенах медицинского учреждения вакцинировали более 84 тысяч жителей региона. Доступны все вакцины, зарегистрированные на территории страны. По словам медиков, ревакцинацию можно проводить любой из них. Жители, которые уже привились спутником ВИ, чаще всего предпочитают спутник ЛАЙТ. Сейчас уже у нас жители идут на ревакцинацию, и это тоже важно в условиях сложной эпидситуации. Мы знаем, что уже пришел омикрон, и омикрон зарегистрирован на территории, выявлен на территории Самарской области. И поэтому это очень важно сейчас побеспокоиться о своем здоровье, о здоровье своих родных и близких. И кто проходил первую вакцинацию, через 6 месяцев уже можно делать ревакцинацию. После прививки пациенту стоит отказаться от употребления алкоголя и тяжелых физических нагрузок. Также врачи не рекомендуют посещать бани и сауны. Прививаться против COVID-19 разрешено и будущим мамам, начиная с 22 недели беременности. Максим Магомедов, Константин Головин. События. Эфир продолжит новости экономики. Расскажет о них Виктория Шара. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, мэрии и уважаемые телезрители. Средняя цена поддержанного легкового авто в Самаре в январе превысила миллион рублей. Только ли в инфляции дело? Не только в ней, еще и в нехватке новых машин у дилеров. Остановлюсь на этом подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 21 января 76 рублей 44 копейки. Евро 86 рублей 82 копейки. Нефть марки Брент торгуется на отметке 88 долларов 2 цента за баррель. Средняя цена поддержанного легкового автомобиля в январе 2022 года составила 1 миллион 49 тысяч рублей. По данным аналитиков, рост цен на вторичном рынке подстегивается за счет инфляции, а также нехватки новых машин у дилеров. На фоне этого россияне активнее приобретают автомобили с пробегом. Так, по отношению к декабрю 2021 года, поддержанные легковые автомобили подорожали в среднем на 8% или на 79 тысяч рублей. Если сравнивать их с показателями января 2021 года, то с тех пор средняя цена поддержанных машин увеличилась на 52% или на 361 тысячу рублей. Таким образом, за год автомобили с пробегом в России стали дороже в полтора раза. В России в этом году продолжился рост цен на автомобильное топливо. По данным Росстата, за последнюю неделю бензин в среднем подорожал на 3 копейки, до 50 рублей 45 копеек за литр. Официальная статистика говорит о том, что средняя розничная цена бензина марки АИ-92 сейчас составляет 47 рублей 43 копейки. АИ-95 – 51 рубль 32 копейки. Дизельное топливо сейчас стоит 54 рубля 46 копеек за литр. Больше всего автомобильное топливо выросло в цене в Якутии. В шести субъектах России наблюдается незначительное снижение цен. Цены на АЗС поднимаются из-за растущего курса доллара и дорожающей нефти. Центробанк выступил за дополнительные ограничения для руководителей компаний, которые после запуска новой антиотмывочной платформы окажутся в высокорисковой красной зоне. Им не поможет даже своевременная ликвидация. Руководители компаний, которые будут отнесены в красную зону после запуска новой антиотмывочной платформы Центробанком, могут лишиться возможности сразу начинать новый бизнес. Введение дополнительных ограничений для предпринимателей обсуждали на заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку. Было решено доработать законодательство и в любом случае лишать таких руководителей возможности на три года создавать новые юрлица или становиться единоличными исполнительными органами в компаниях. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. В новую жизнь и профессию в Самарской области почти 50 тысяч самарцев решили найти новую работу в наступившем 2022 году. По данным статистики, 46 тысяч горожан разместили свое резюме на одном из сайтов по подбору персонала. Среди соискателей, решивших сменить работу, преобладают мужчины. Почти 13% из них хотят трудиться удаленно. Большинство предложений на сайтах – это сферы продаж. Продавцы, менеджеры, кассиры, рабочий персонал, IT-специалисты. Почти половина вакансий – 43% – требуют опыт работы от одного до трех лет. И только 7% работодателей готовы сотрудничать с соискателями удаленно. Значительный вклад в укрепление правопорядка, борьба с терроризмом и безопасность самарцев. Их задачи не меняются. В управлении Росгвардии по Самарской области подвели итоги работы за 2021 год. Подробнее о проделанной работе росгвардейцев расскажет Михаил Ермоленко. За 9 лет службы случалось многое. Сейчас уже трудно чем-то удивить, рассказывает сотрудник спецподразделения Росгвардии Алексей. Не стал исключением и тот день, когда он вместе с коллегами выехал на сообщение о найденных в лесополосе авиабомбах. В таких ситуациях важно сохранять самообладание, отмечает Алексей. По оценкам специалистов, найденные снаряды оказались 1932 года выпуска и были в состоянии боеготовности. Росгвардейцы приняли решение уничтожить авиабомбы на месте. Спецоперация продлилась несколько дней, но результат важнее всего – люди в безопасности. За операцию по ликвидации опасных снарядов сотрудника Росгвардии наградили. Выехали на сообщение, как обычно, оценили обстановку. Получилось так, что бомбы были в подвешенном состоянии. Любое к ним какое-то, как сказать, физическое действие могло привести к взрыву. Постепенно к ним подобрались как бы и начали уничтожать их на месте. Точное количество я не могу сказать вам, но больше 20 было. 2021 год для вневедомственной охраны выдался насыщенным. Сотрудники Росгвардии более 10 тысяч раз выезжали по сигналу тревоги. Пресекли свыше 1300 преступлений и нарушений общественного порядка. Задержали 130 человек, находящихся в розыске, а также обеспечили охрану порядка 22 тысяч объектов. Их цель – безопасность жителей – неизменно даже в период пандемии. В условиях пандемии работать значительно тяжелее. Это, наверное, самый главный сдерживающий фактор такой на результатах нашей оперативной деятельности. При этом мы четко понимаем, что в этих условиях нам придется работать еще некоторое количество времени. Поэтому вырабатываем свои подходы к обеспечиванию правопорядка для того, чтобы жителям Самарской области живлось безопасно. После подведения итогов работы ведомства за минувший год прошло торжественное награждение лучших сотрудников. Слова благодарности прозвучали и в адрес СМИ региона, включая наш телеканал «Самара ГИС». Михаил Гермоленко, Василий Колдашов. События. И о других событиях этого дня расскажем в нашем видеообзоре. В Самарской области планируют построить 4 транспортно-пересадочных узла. Рядом со станцией «Пятилетка», в микрорайоне «Крутые ключи», в Тольятти и в Новокубышевске. Об этом стало известно на совещании, которое провел губернатор Дмитрий Азаров. Узлы обеспечат связи межмуниципального транспорта с внутригородским. Это приведет к увеличению пассажиропотока в городах Самара и Тольятти, росту доходов транспортных предприятий, а также позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть. Самарские таможенники задержали партию товара с маркировкой известных брендов. Фуру, перевозившую товар, остановили для проверки в Оренбургской области на трассе А-300. В результате таможенного досмотра выявили более 5000 единиц верхней одежды с признаками контрафакта. Мужские и женские куртки, детские брюки и комбинезоны с логотипами известных брендов. Материалы переданы в линейный отдел МВД для возбуждения уголовного дела. В Куйбышевском районе Самары продолжается строительство поликлиники в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В новом подразделении городской больницы номер 10 будут получать медицинскую помощь жителями района Волгарь. Напомним, строительство началось в июне 2021 года. На объекте уже завершено устройство фундамента и цокольного этажа здания. В настоящее время выполняются работы по возведению перегородок на первом этаже. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2023 году. В новой поликлинике будут получать медицинскую помощь как взрослые, так и дети. В Самаре выберут самую красивую студентку России. С 1 по 7 марта в столице региона пройдет очный этап 8-го национального конкурса красоты и таланта «Краса студенчества России». Его проведут в рамках празднования 30-летия фестиваля студенческого творчества «Российская студенческая весна». Участницами конкурса смогут стать студентки вузов и профессиональных образовательных организаций. В возрасте от 16 до 35 лет. Регистрация желающих побороться за победу осуществляется через автоматизированную информационную систему «Клуб Российского союза молодежи». В этом году в Самаре планируют приступить к реконструкции загородного парка. Основные идеи проекта реновации знакового для города места отдыха обсудили на совещании в правительстве региона. Напомним, по поручению губернатора Дмитрия Азарова провели конкурс на проектирование и всенародное обсуждение проекта реконструкции парка. Было предложено более 80 концепций. В соответствии с пожеланиями самарцев зеленые насаждения обследуют экологи. Во время реконструкции сохранят растущие в парке деревья и высадят новые. Останется прежним привычное разделение на шумные, развлекательные и тихие прогулочные зоны. В Самарской области узаконили летние кафе. Теперь они начнут работать на легальных основаниях. А платежи за аренду площадок полностью поступят в местные бюджеты. Об этом заявили в Министерстве промышленности и торговли Самарской области. Напомним, что до принятия поправок открытые террасы, веранды при ресторанах, кафе и барах работали стихийно, так как их размещение было не урегулировано законодательно на федеральном уровне. Как работает система «Умный город», сколько времени хранится информация с камер видеонаблюдения и как с помощью записей можно вычислить преступника? Об этом сегодня студентам Самарского вуза рассказали в Ситуационном центре полиции. Экскурсию организовали члены Общественного совета УВД Самары. Подробности в нашем сюжете. Система представляет собой комплекс технических приспособлений и организационных мероприятий, которые обеспечивают выявление, фиксацию и незамедлительное реагирование на нарушение правопорядка. Им сверху видно все, ты так и знай. Сотрудники полиции показывают студентам университета, как работает система «Умный город». На большом экране отображается вся Самара. Зеленые точки – это работающие на улицах камеры. Сейчас их чуть менее полутора тысяч. Они расположены во всех парках и скверах, на набережной, на дорогах и во дворах. В некоторых районах, там, где по статистике преступления случаются чаще, и камер больше. К системе могут быть подключены и камеры, которые покупают сами жители, например, для того, чтобы повесить их по периметру школы или многоквартирного дома. В этом случае им нужно сообщить о своем желании в ситуационный центр, в автономном режиме работы. Информация на них может быть уничтожена, к примеру, в случае вандализма или пожара. Здесь же, на серверах ситуационного центра, записи хранятся в течение трех недель. Во-первых, меня удивила сама слаженность работы, то есть, вот это даже грубо перехват, грубо говоря, когда буквально за несколько минут можно раскрыть преступление прям моментально. Это, конечно, удивляет. Сами вот эти меры по созданию этой системы, она, конечно, является очень прогрессивной и очень нужной. Не обошлось без наглядных примеров. Сотрудники полиции рассказали, как по горячим следам удалось найти того, кто в новогодние праздники повредил железный забор, огораживающий территорию стройки новой станции метро. Нетрезвый водитель на высокой скорости снес забор, долго кружился по территории, а затем скрылся. По камерам его отследили прямо до подъезда дома, в котором он проживает. Экскурсию в ситуационный центр полиции для студентов организовали члены общественного совета при ОВД города Самара. Первая задача наша – это донести работу объективно, работу органов внутренних дел до студентов. И второе – их привлечь на ту стезю по охране общественного порядка. Экскурсии для студентов самарских вузов члены общественного совета ГУВД проводят регулярно. Ребята уже побывали в госавтоинспекции, увидели, как работают сотрудники патрульно-постовой службы, а также кинологи. Виктория Шарая, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин